Сейчас едем в сотку. Я первый раз стою и жду. Скучаю один. Его и не видно близко. Обычно он меня ждет. Как мы готовимся на сотку? Ничего особого. Пару конфет. Будем возвращаться вечером, поэтому погода, скорее всего, будет холодная. Сейчас где-то 23. В принципе, на мне велосипедная, не знаю, как это называется, футболка, памперсы. И все. Взял ветровку салатовую, еду немного. И там у меня еще штаны. И футболка с длинным рукавом на всякий случай. Сумка не тяжелая, но она есть. Все, хочу сумки купить на велосипед. Это во много раз практичнее. Но как-то мне все не получается это сделать. Две бутылки для воды. Это 100%. Насос. Два ключа, которые равняются двух. Все двуха новая, поэтому я буду ее, наверное, регулировать. Смотреть, как лучше по дороге. Ключ, чтобы велосипед где-то подремонтировать. Ну и все. Ждем Серегу. А его все нет. И трубки не берет. Бессовестный. Вымытый. Велосипед выбритый. Чистенький. Приготовленный. Едем в Сарна. Я в этот раз решил взять себе циклокросс. А Серега любит тряску. Он взял себе шоссейный. Поэтому ему сейчас ехать очень больно, пока мы не выйдем на трассу. Я в этот раз решил поехать с комфортом. Взял покрышки, вроде бы, 38, но накачал в них, не помню, чи 6 PCI, чи 6 барелей. В общем, что-то из этого. Очень жестко. Ох. Так, поломочка. Минуточку. Мы остановились, как всегда, на нашей файне зупенце. Пока что тут чисто. Все в мусорку поскладано, но это пока что. Будем назад ехать, и будет грязно. Наши любимые муравьи. Они с нами тут уже живут, я не знаю, сколько лет. Стандартно. Это небольшой их домик. В лесу есть во много раз больше. Так что вот так вот. Сейчас отдохнем маленько и поедем на трассу. Наша поездочка в Сарны. Сделаем небольшой ролик. Сегодня шикарная погода. Ветер способствует. Все просто шикарно. Тепло, не холодно, не жарко. Максимальная скорость у нас 50 с копейками. Средняя, ну там много ям у нас было 27,7 по очень плохим дорогам. А так средняя намного больше. Мы последние пару километров ехали уже 34-35. А вот второй велик, шоссер. Что у нас тут у Сереги? Сереги чуть-чуть меньше показателей, но ничего, он догонит. Тоже почти 50 раз. Красавец шоссер. Ах, ляля. Вот, надеюсь, все будет в порядке. Тут была поменяна передняя прокачка передних тормозов. А задняя я так и не прокачал. Ну там все хорошо. А Серега, ты еще не прокачал ни разу, да, свои? Да. А, да. Ну то не прокачка, а то ты доливал жидкость. Не прогонял чисто. Вот такая сумочка. Тебе нравится эта сумка, которую ты купил? Маленькая, хотелось больше. Может, и брать и больше. А лепецевая, как она никакая, армонирует. Да, я пока не могу понять. Гупил новое седло, не могу понять, как его лучше настроить, чтобы он не давил. Вообще седло классное, но мне кажется, мне надо больше. Моя же пень больше, чем 140 миллиметров. Надо брать 150. Опять я прогадал с седлом. Ну, в памперсах нормально. Седло тоже 105 грамм. Оно мягкое, оно классное. Просто у меня седалищные кости попадают где-то сюда. И поэтому на 70-м километре мне начинает быть плохо. Если я захочу ехать ровно в Луцк, то я на этом седле не доеду. Все должно быть идеально. Дороги мы еще взяли. Дороги мы еще взяли орешки. Та бери больше, Серег. А как я померю? У меня нет сантиметра. Но мы не выглядали шире. Вот тут. Но тебе расстояние меньше. Нет, тут играет роль седалищные кости. Я не знаю, как его померить. Палочку эту. Не знаю. Заехали мы на свой пункт перевалочный, где обычно кушаем. За час двадцать мы проехали тридцать семь километров. Вот. Среднее было двадцать семь и пять. Максимальная. А, ёлки, это не мой велик. Смотрю, чтобы показать или нет. Пардон. Среднее было больше. Двадцать восемь. Пятьдесят максимальная. Да. За час двадцать. У тебя средняя, на удивление, меньше. Двадцать семь и пять. Двадцать восемь. Да. Двадцать. Нарадится. Хотя ты в некоторых участках ехал быстрее. Попиваемся и кушаем. Показываю, что мы берем на сто километров. На сто километров можно вообще ничего не брать. Серега мне сказал взять хлеба. Я был категорически против. Я там по плохой дороге его оцепил, потому что он бахкался не туда, куда надо. Так. Что мы взяли? Серега, ты что ты взял? Я ничего не брал. Так. Я взял хлеба, огурцов. А, и норвежского сыра. Норвежского сыра. Ничего страшного. Что ты сделаешь? Быль. Чем? Ты же тряпку с собой не взял. Я обожал. Я сейчас думал тряпку с собой взять. У меня есть салфетка, но она влажная, ее не хватит. Так, Серега, что ты взял? Был мне не так уж и много всего. Я тоже не брал салфетку. Потому что ты ее есть. Я тоже. Но мне надо, потому что я сижу. Это для этого, Серега. Для влога. Для своего воспоминания. Ну, для всех, кто ездит на велосипедах. Не обязательно что-то крутое с собой брать. Важно только одно. Чтобы у вас были крутые велосипеды. Потому что они позволят вам ехать со скоростью 50 км. Иногда. В среднем 30-40. Вы не будете уставать. А еда это... Это еда. Ее можно сюда купить. Что-то изящного у нас тут нет. Все по-простому. Огуречек. Петрушечка. Бутылочки разные. Одна келес, другая какой-то термос. Тоже келес. Ох, ничего себе. Не, у меня попроще. У меня рок-брос. Бутылочка. Рок-брос фонарик. Держать это. Хорошо. Ну да, это такая из китайских фирм. Одна из лучших. И недорогих, и качественных. Уже проверено. Серега. Нарвешься, если бы увидели, как ты их церковал. Они бы тебя наказали. Я достаю. И петрушечка. Бомба. Надо гучку преснуть. Что ты, пёси морда? Будешь? Так, что ж тебе дать попротивней? Давай-ка, я тебе дам огурец. Держи. Эх ты, непереборчивое животное. А тебе ничего не досталось? А ну дай мне петрушечку. Это ж собака, он не дать мясо, сало. О, дедуля пришел. Привет. Это твое потомство, да? Ты их хорошо воспитываешь? Наша вторая остановочка. Угадайте, где? Вот тут, а. Смотри, как ему добрый. Как ему добрый. Хлопец. Слушай, воду пьют. Сюда и рогами, наверное, тоже мочат рога. Жвачное животное. Смотри, уточки рядом. Да, что тебе, жарко, да. Бусинка. Может, оно тепло, Серега? А тут что-то. Жуе, жуе. Жирный. Журный. Харяк. Руха, мне кажется, что он трошки там посадить, он же звезда не вылезет. Ах, шо ты, красавица, привет. Серега, дай колбаску. Привет, мой горожий. Да, бусинка, ты бедненькая, жарко тебе. О, о, движение, движение. Давай. Вставай, брат. Тебе дай воду, ты и телефон сожрешь, правда? Грязный, полетенок. Грязный. Ну, какой хряк. Потрогай нос. А, фу. Ты, дикий кабанчик? Не, навряд ли, я не знаю, конечно, но у него должны быть эти какие-то хрюки, правда. Да, ничего. Может, это пара свиньет? Фу, он плюет грязью. Может, он не ядитый. Не знаю, но когда его заряжут, то будет много мяса. Смотрите, он такой активный. Ну да. Что-си... Фу, они хвостом тілепаются, а збрызкивают грязь. Виньевики, ты. Не понятно, кто? Девердяй. Нет, это не ага. Девердяй. Жирный. Смотри, ты, да. Не ругайся. Смотри. Сейчас гуси на тебя нападут. Будешь кричать. Шо ты, морда? Ты хороший, да? Ты хороший, да. Лежать. 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 Дай лапу. Дай лапу. Наверное, он этих команд не знает. Есть ли какой-то? Так все уже не мошо. Честно, тут снимать можно или нельзя? Тогда просто помню, что кто-то стоял. Никого еще на поле нет. Вот это у нас сегодня будет нагрузочка, правда? Сотка на велике. Километров 20 на футболе. Серега, успокойся. Молчи. Хрямо куда-то. 20.00. Наступили холода. Нам еще ехать километров 40. Мы доедем ночью. Замерзнем. Поэтому решили одеть ветровочки. Еще у нас есть майки и футболки. Надеюсь, это поможет. Смотрите, какая, Сережа, ветровочка. Вообще бомба. Красавец. Слушай, мне твой шлем. Давай шлемами поменяемся. Мне салатовый пойдет больше, Серег. Еще 9 километров, и мы дома. Маленько задержались. Уже ночь. Скоро вообще потемнеет. Но у нас по технике безопасности все в порядке. Серега фонарик, у меня фонарик, передний фонарик. Едем домой. Уставшие. Где-то 120 приехали.